Амурская служба новостей Автозапчастей 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 чемпионаты первенства Благовещенска по УШУ 28 и 29 декабря проходили в спорткомплексе «Юность». На соревнованиях заявлено более 100 участников. При этом состязаться спортсмены будут в четырех направлениях этого вида единоборств. Общественное мнение. Повышение цен на ряд товаров и услуг затронуло, пожалуй, все население страны. Больной вопрос для многих россиян, как прожить в месяц на свои доходы. Решили этот вопрос мы адресовать и амурским пенсионерам. Спросили также прямо, а вам хватает вашей пенсии на месяц? Нет. Нам бы еще столько, еще чуть-чуть, постолько. Чуть. Где же хватит, когда дороговизна с каждым месяцем и с каждым годом. Кушать надо. На еду в основном уходить. И одеться надо. И на ЖКХ. И на коммунальные услуги вот эти. И мы стали меньше брать и поэкономить. Хотелось бы куда-нибудь съездить, посмотреть, отдохнуть. А если куда-то ехать, это надо. А то туда уедешь, а обратно нет уже. Ну 13 тысяч на месяц не прожить и за квартиру заплатить. Вы получаете 13, да? Да. А вы себя в чем-то ограничиваете? Во многом? Во многом. А чего хотелось? Ну хотя бы 20. Хотя бы. В принципе, на основные продукты хватает. Вот. Но чтобы куда-то поехать, купить лекарства, конечно, нет. Хотелось бы, чтобы цены были стабильны. Пусть бы она оставалась такой, но чтобы цены были стабильны и не повышались ежемесячно. Никуда хватает. На жертву не хватает. А сколько вы получаете? 15. А сколько бы хотелось? Хотя бы 30. Я 51 годом построил. Хватает только на продукты и все. А уже что-то для себя приобрести. Как-то экономить. Ну хотя бы минимум 15. У вас нет 15, да? Новости России. В Госдуме предложили запретить россиянам все операции с валютой на территории страны. С такой инициативы выступил депутат от ЛДПР Иван Сухарев. По мнению парламентария, такие меры помогут укреплению рубля и станут еще одной антисанкционной мерой. Напомним, ранее в России ужесточили правила обмена валюты. По мнению аналитиков, таким образом Центробанк пытается отбить у россиян желание переводить капитал в доллары и евро на фоне стремительно дешевеющего рубля. Число бедных семей, которым не хватает денег на покупку еды или одежды, в России за год выросло почти вдвое – с 22 до 39%. К такому выводу пришел в ЦО. Сейчас показатели вернулись на уровень 2009 года. Кроме того, сократилось число тех, кто может позволить себе покупку продуктов и одежды, однако испытывает затруднения с приобретением мебели и бытовой техники – 47 до 40%. А также тех, чьих средств на это хватает, но недостаточно для покупки автомобиля – с 27 до 16%. Эксперты расставили регионы по аварийности. Наиболее опасными регионами с точки зрения транспортного риска в пассажирских перевозках стали Брянская область и Хабаровский край. Напротив, самыми безопасными считаются Забайкальский край, Адыгея и Псковская область. По словам экспертов, на уровень безопасности на дорогах влияет транспортная инфраструктура и культура вождения. Южная Осетия готовится к референдуму по присоединению к России. Об этом заявил президент частично признанного государства Леонид Тибелов. Добавив, что временные рамки пока не определены, однако произойдет это не позже апреля 2017 года. Тибелов также предложил переименовать Южную Осетию в Южную Осетию-Аланию. Он отметил желание объединиться с Северной Осетией-Аланией в составе России. В России растет число террористических преступлений. Только за 11 месяцев 2015 года в России было зарегистрировано более 2 миллионов преступлений. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более полутора тысяч преступлений террористические. В прошлом году их было на 54% меньше. Причем только треть таких преступлений была раскрыта. Кроме того, на четверть выросло число преступлений на почве экстремизма. В 2015 году их было около 1200, следует из официальной статистики МВД. Мировые новости В китайском городе, который известен производством запчастей, машины штампуют партию деталей. Вероятно, это ремни распределительных валов. Они очень дорогие. Они также очень важные. Если ремень рвется, то мотор перегревается. Существует риск возгорания. И эти детали поддельные. Небольшая фабрика в городе Венчжоу, которая их производит, одна из многих подобных предприятий. Алекс Стейл возглавлял отдел General Motors, который расследовал деятельность таких компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позже он основал специализированную компанию под названием Harvest Moon. На протяжении многих лет он наблюдал, как западные фирмы тратят деньги на рейды, направленные на уничтожение подделок. Сегодня они делают один бренд, завтра другой. Чем больше объем продукции, тем больше подделок. То есть детали Volkswagen делают больше, чем детали Rolls-Royce. Независимое расследование информагентства Associated Press выявило, что поддельная продукция, которую производят в Китае, включает автозапчасти, лекарства, продукты личной гигиены и детали для электроприборов. Статистика показывает, США проигрывают битву против подделок, особенно опасных. Западные фирмы пытаются бороться с подделками, нанимая компании по расследованию в Китае. Однако это не помогает. Очень часто сами расследователи производят или продают поддельную продукцию. Информацию о рейдах они нередко фабрикуют. Некоторых следователей подозревают в том, что они также за деньги прикрывают предприятия, которые производят фальсификат. По идее мы должны помогать, но существующая система приводит к тому, что мы приносим нашим брендам больше вреда, чем пользы. Среди 585 тысяч поддельных запчастей, изъятых за последние пять лет, были подушки безопасности. Они не только не открывались, но и загорались, а также выбрасывали в лица пассажиров металлические детали. Мы видели поддельные шины, поддельные масляные фильтры. Мы видели поддельные лобовые стекла и другие детали. Некоторые детали, такие как подушки безопасности, части тормозной системы, тормозные колодки, очень-очень опасные. Изъятая продукция оказывается на подобных складах, как этот в Нью-Джерси. Здесь товары находятся под надзором Бюро таможенного и пограничного контроля США. Офицеры изучают содержимое тысяч коробок. Объемы поддельной продукции поражают. Каждый товар, от одежды до электроники, необходимо пометить. В этой сумке эмблемы бренда «Майкл Корс». Их собирались поместить сюда. Офицеры говорят, что объемы изъятых опасных поддельных товаров возрастают. При этом качество фальсификата тоже растет. КАРС, ППИДЕРМАН, И ДИСНЕЙ ПРИНЦЕЙ КАРС, ППИДЕРМАН, И ДИСНЕЙ ПРИНЦЕЙ